Добрый день! Это итоги недели на канале CivilNet. Как обычно, я и мой коллега Аршалусь Магдасян обсудим самые главные события прошедшей недели. Приветствую, Аршалусь! Приветствую, Стана! Аршалусь, на этой неделе у нас, так или иначе, как всегда, все темы связаны с Арцахом, с Нагорным Карабахом. Но если отделись три важные темы, это гуманитарный конвой, который, если перефразировать или взять фразу из известной басни груз и ныне там, отправка гуманитарного конвоя из Армении в Арцах, это похищение жителя Нагорного Карабаха 68-летнего Вагифа Хачатряна азербайджанскими силами и переговоры, которые должны были состояться сегодня в Братиславе, но не состоялись по вине Баку. Давай начнем с гуманитарной помощи. 19 грузовиков, 400 тонн гуманитарного груза, который был проверен иностранными дипломатами на наличие всяких нежелательных или опасных товаров. Это мука, сахар, детское питание, медикаменты и так далее. Но уже 5 или 6 дней конвой не пропускается. Ответа от российских миротворцев нет. Все это произошло, как мы помним, на следующий день после московских переговоров между Байрамовым и Мирзианом и Лавровым. Было предположение, что, возможно, была достигнута какая-то договоренность, но нет. Что это? Как ты это все называешь? Я думаю, было иначе. То есть, так как не была достигнута договоренность по этому вопросу, и в это же время примерно параллельно к власти Карабаха, точнее президент Нагорного Карабаха объявил страну зоной бедствия. И когда объявляешь страну зоной бедствия, тогда ожидаешь помощи от всего мира. В первую очередь, конечно, откликнулся в этом плане Ереван и отправил гуманитарную помощь. То есть, это вот такая очереда событий, не договорились, потом зона бедствия, была объявлена зоной бедствия, и Армения отправила конвой. И конвой был отправлен, конечно, здесь ни у кого таких ожиданий не было, что его сразу пропустят в Нагорный Карабах. Вторичной целью, или, я не знаю, первичной даже, можно сказать, целью этого конвоя было, конечно же, спасение арцахцев от гуманитарной катастрофы. Но, с другой стороны, целью этого конвоя также было повышение в этом плане видимости вот именно ситуации, то есть, ситуация, которая происходит, разворачивается в Нагорном Карабахе, в частности, в Лачинском коридоре, что Азербайджан, невзирая на договоренности, под которыми подписался сам президент Ильхам Алиев, касательно того, что там должен действовать Лачинский коридор с определенными параметрами, этот коридор есть, есть Нагорный Карабах, есть линия соприкосновений и так далее и тому подобное, вопреки этим договоренностям Азербайджан не пропускает гуманитарные грузы в Нагорный Карабах. Эту зону посетили также дипломатов. Да, конечно, и заявление о том, что есть Агдамское направление, которое там открыто и так далее и тому подобное, это, конечно, вообще выходит за рамки этих договоренностей, потому что есть один подписанный документ между Арменией и Азербайджаном касательно вот именно прекращения войны и всего там поствоенного мирного строительства, которое было подписано президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении. То есть стороны должны исходить из этого документа. Не взирая на вербальные заявления, потому что, как мы знаем, Баку ссылается на заявление Никола Пашиняна о признании территориальной целостности. И вот именно ссылаясь на это заявление, считает, что уже никакого Лачинского коридора быть не должно. Ну, это азербайджанская трактовка, конечно же, которая может, то есть это азербайджанская трактовка, которая имеет место быть в данном случае, но говорить о том, что это является там истинной последней инстанцией, этого никто не может сказать. Мира договора нет, других документов подписанных нет. Вот именно, и с другой стороны, когда говорят про Агдамское направление, и это Агдамское направление, если и будет использовано, то в одном случае, наверное, если этот груз через Агдамское направление, подвозом этого груза займётся ООН. То есть эти грузы будут предоставлять ООН, структуры ООН через Азербайджан, через Агдамское направление на Горному Карабаху. Тогда, может быть, то есть это будет соответствовать той ситуации, которая, бедствующая ситуация, которая будет складываться в Нагорном Карабахе. Такие ситуации были в Сирии, такие ситуации были в Сараево, когда вот в такой ситуации международные организации вмешались для того, чтобы не допустить там массового истребления или гибели людей. Ты знаешь, продолжая тему Агдамского направления, Международный комитет Красного Креста, кстати, на этой неделе заявил о том, что не имеет возможности доставлять гуманитарные грузы гражданскому населению на Горного Карабаха, также в том числе и по Агдамскому направлению. То есть и тут есть проблема, раз уж Баку готов предоставить это направление, то оно закрыто также и для Международного Красного Креста. Ну, там непонятно, что имел в виду в данном случае Международный Крест, если будем до конца очистны. Ну, мы читаем просто заявление. Потому что аргдовская сторона не желает из этого направления что-то получать, потому что есть документ от 9 ноября 2020 года, под этим документом подписался сам Ильхам Алиев, и азербайджанские власти же нарушают этот документ. И вторая тема, это вопиющее событие, инцидент, который произошел на КПП, на незаконном КПП в Лачинском коридоре, это похищение, как я уже отметила, 68-летнего Вагифа Хачатряна. Он ехал в сопровождении Красного Креста в Ереван на операцию сердца. После допроса человека забрали в Баку, но по сей день информации о нем нет. Понятно, что Баку пытается этим самым как бы сжать кольцо все больше и больше вокруг Нагорного Карабаха, но нет ли ощущения, что это кольцо может в какой-то момент разжаться и очень сильно и больно им ударить именно по самому Азербайджану. Это случится, если будут введены в отношении Баку международные санкции. Об этом, кстати, тоже говорится в последние дни. Об этом говорится, но мало того. Хорошо, что говорится, но говорится это одно, а делать совершенно другое. Пока что Баку в этом плане играет достаточно грамотно. То есть, с одной стороны, его вординг в этом плане, сложно к этому придираться, в каком плане. То есть, он говорит, да, я закрыл там Лачинский коридор, международная признанная территория и так далее, и тому подобное. То есть, с точки зрения я имею в виду международных акторов или не сильно погруженных в ситуацию стран. То есть, для них, да, там есть какая-то территория, международные признанные границы, он закрывает, с другой стороны открывает, какие проблемы. Но они не вникают в ситуацию, не понимают до конца что-то, что там творится в этом плане. Поэтому сейчас, да, говорят, это хорошо, это неплохо, потому что где-то 2-3 месяца назад об этом вообще ничего не говорили. Просто говорили о том, что ну как-то будем выруливать ситуацию. Да, согласно информации этот вопрос обсуждается в Вашингтоне. Но посмотрим, какие будут санкции, и если Баку идет на такой шаг, я думаю, они в цену, так скажем, этого шага, они вкладывают также то, что могут быть введены определенные санкции. Ну, например, будут личностные санкции, будут ли санкции по отношению каких-то чиновников Баку. Это будет, конечно, каким-то вот именно красным сигналом для них, вот этим сигналом будет, но не думаю, что это будет иметь вот именно кардинальное какое-то значение, которое повернет спят ситуацию и заставит Баку идти на конкретные шаги, шаги по размокировке Лачинского коридора, и вернется к ситуации, которая была до декабря 2020 года. Для этого нужны чрезвычайно жесткие меры, на которые, я думаю, и что пока не готовы пойти вот западные страны. И третья тема недели – это информация о том, что готовилась встреча, прямой диалог между представителями Баку и Степанакерта. По информации из Карабаха, эта встреча должна была состояться сегодня, 1 августа в Братиславе, между представителями Евросоюза, при посредничестве Евросоюза и США, но встреча была сорвана или Баку отказался без каких-либо объяснений. Это все происходит на фоне того, что мы все время слышим о том, что Степанакерта не идет на переговоры, Степанакерта должен выйти на прямой диалог с Азербайджаном, чтобы устранить или нейтрализовать риски возможной эскалации. Теперь мы видим обратную ситуацию. Во-первых, мы помним, что было предложение о встрече в Софии, но тогда стороны не сошлись в повестке, технических вопросах и так далее. Эта встреча тогда не была проведена. Я думаю, что она была отложена на самом деле по умолчанию. Потом азербайджанская сторона гордо заявила, что карабахская сторона не пришла. Если бы она не пришла, то есть она бы не захотела вообще принять участие в этих переговорах, не приняла бы и не согласилась бы на эти переговоры в Братиславе. Наконец-то, то есть это предложение об этой встрече, о второй встрече, вторая попытка была сделана. Карабахская сторона согласилась, судя по заявлению Степанакерта, и на сей раз Азербайджан отказался. И я думаю, основной причиной отказа Азербайджана заключается в том, что они не хотят огласки этих переговоров. Потому что мы имеем дело с разными системами вообще управления и в Армении, и в Карабахе, и в Азербайджане. В Азербайджане они могут, так скажем, держать под секретом очень многие вопросы, без огласки об этом ничего не говорить и делать. Для них важно, чтобы об этих переговорах никто не знал, потому что они не хотят придать этим переговорам какой-то статус, придать стороне, в данном случае карабахской стороне, какой-то статус, который разговаривает с ним по поводу будущего Карабаха, по поводу, касательно политических вопросов. Это не те технические вопросы, когда обсуждали власти Степана Керта с представителями Азербайджана, касательно водоснабжения, дороги и так далее. Понятно, это политическая повестка. Ты не считаешь, что причина в том, что на этой встрече должны присутствовать представители США и Евросоюза, и она проходит или должна была пройти в Братиславе, а не в Баку на условиях интеграции или интеграции? Вот именно. Азербайджан, конечно же, будет продвигать вопросы интеграции, реинтеграции. У Карабаха будет своя повестка, то есть они будут складывать эти две повестки и разговаривать по ним. И это автоматически также может привести к тому, что будет формироваться вот тот пресловутый международный механизм, по которому мы с стороны должны вести переговоры. Против которого выступает Баку. Конечно, против которого выступает Баку, поэтому сейчас они отказались от этих переговоров. Я думаю, они постараются, есть определенные сведения, но я не могу их огласить, но они постараются через Москву что-то предложить типа на Керту, какую-то новую локацию, какой-то новый формат, и постараться продвигать уже там, через российскую сторону, идею двусторонних переговоров, но уже будут постараются также на этих переговорах вот именно навязать свои условия. Ну, мы помним, две такие встречи уже проходили на базе миротворцев. Да, это были не политические переговоры. Это технические переговоры, это первые переговоры, и говорить о том, что они вот по-серьезному что-то решили, нет, и в данном случае очень многие технические моменты для Баку важны, там, кто будет, где присутствовать. Если Россия будет посреднической стороной, она будет присутствовать в этой комнате переговоров или не будет присутствовать. Например, я думаю, что, полагаю, что для российской стороны важно, чтобы они присутствовали вот именно в комнате, а для, может быть, американской стороны, западной стороны, они могут и не присутствовать, оставить, как в Вашингтоне, да, они оставляют там Армению и Азербайджан в комнате, где они будут вести переговоры, потом они обращаются к Вашингтону, там, какие-то заявления делают и так далее. Ну, по сути, мы видим перетягивание отдела, то есть, между Россией и Западом. Азербайджан так играет и будет продолжать играть. Они одну идею там продают Западу, потом, если там не получается ничего делать, отходят, делают шаг назад, эту же идею по более высокой цене продают за российской стороной и постараются через них что-то продвигать. Это достаточно известная тактика или мер поведения со стороны Азербайджана. Спасибо, Шалусь. Здесь мы обсудили самые главные темы прошедшей недели. Спасибо, Шалусь. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...